Итак, Поморье продолжает страдать от второй волны паводка в воде при дымовой участке. Размыты дороги и снесены мосты. Оценка ущерба в нашем материале. Паводок такого масштаба, вспоминают в Архангельск-Автодоре, был в 2012 году. Но тогда затопило 59 участков автомобильных дорог, а сейчас уже больше 180. Берем Ленский район, вот у нас наша автомобильная дорога, она идет вдоль. Все эти подходы у нас в настоящий момент затоплены. То есть фактически мы сейчас отрезаны на данном участке. А еще Пинеж, Елишукония, Мизень, до всех этих территорий физически не добраться. Так, два моста у деревни Пачеха унесло к другому селу. Очевидно, чтобы ликвидировать разрушение, понадобятся дополнительные деньги. Сейчас мы уже констатируем, что в 50 участках необходимо проводить наиболее серьезные работы по устранению размывов. В зону риска у нас попали 5 мостовых сооружений и 15 водопропускных труб. Самое пугающее, что пик половодия еще впереди. Вот в таких условиях приходится существовать жителям Виноградовского района. А вот так люди живут на Краснофлотском в Архангельске. Уровни воды больше, чем при ледоходе. Мы уже знаем, что территория у нас затопляемая. Готовимся заранее. Водички запасли, дровишек запасли. Продукты есть в холодильнике. Экстренные совещания в региональном МЧС стали ежедневными. Если будут заявки на эвакуацию, куда повезете? В 95-й школу. Там развернуты? На данный момент нет. Ну так тогда куда повезете? Значит, развернуты в 95-й школе. Так он должен быть развернут. Абсолютно на всех потопленных территориях сегодня работают спасатели. Власти уверяют, делают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. В следующем году будем смотреть, как можно системным образом это решить. Через береговое крепление, через какие-то программы. Надо работать с федералами в этом плане. Они, мне кажется, здесь сильно недорабатывают. Конечно, сейчас, когда уже окончательно поводок пройдет, мы оценим тот ущерб, который нанесен. Ну и, естественно, будем в рамках законодательства все, что положено, людям возмещать. По прогнозам гидрологов, пик половодия должен пройти уже на этой неделе. Анна Рязанова, Алексей Карельский, Александр Кузнецов, Регион 29.